Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, любознательные дети! Я приглашаю вас на урок русского языка. Ужасно интересно всё то, что неизвестно. А то, что неизвестно, нам хочется узнать. Но, чтобы добыть нам знания, проявим все старания. Тогда уж точно многое удастся всем понять. Итак, ребята, проверьте свою готовность к уроку русского языка. Ваше удобное рабочее место, ваши школьные принадлежности. И мы начинаем с вами наш урок. Откройте тетради, запишите сегодняшнюю дату. И начинаем мы сегодня наш урок, ребята, со словарной работы. Мы не повторяли давно с вами словарные слова. И вот сегодня мы с этого начнём. Посмотрите на доску. На доске записано огромное количество каких-то букв. Посмотрите глазами. Но среди этих букв, среди этого огромного длинного слова, ребята, спрятались словарные слова, которые, я думаю, что вы сможете найти. Посмотрите внимательно глазами. Я думаю, что вы уже находите словарные слова, которые там спрятались. Давайте посмотрим. Конечно, первое словарное слово – это аппетит. Дальше у нас с вами идёт словарное слово. Космос, километр, издалека, вагон, тарелка, салют, металл, сверху, снизу. Посмотрите, ребята, вот какие у нас получились с вами словарные слова. Запишите эти словарные слова к себе в тетрадь. Они вам всем знакомы. Молодцы. Ну, а мы с вами шагаем дальше. Ребята, давайте вспомним. О какой части речи на протяжении нескольких уроков мы с вами глобально разговариваем? Конечно, мы с вами говорим о глаголе. И на последнем уроке мы с вами о глаголе узнали что-то новое. Правильно, мы с вами говорили о том, что, оказывается, глагол имеет спряжение. А давайте вспомним, что такое спряжение. Верно, спряжение – это изменение глагола по лицам и числам. Число определяем мы легко и просто. А вот как определить лицо глагола? Вспоминаем. Верно. Для этого мы подставляем глаголу личное местоимение. Узнали местоимение, число, то есть определили спряжение глагола. Молодцы. На прошлом уроке мы с вами, ребята, узнали, что все глаголы делятся на две большие группы. Глаголы первого спряжения и глаголы второго спряжения. Посмотрите глазами на таблицу. Я вам говорила о том, что со временем, ребята, эту таблицу, чтобы с легкостью определять спряжение глагола, вы должны будете выучить. Давайте с вами вспомним. Итак, какие же глаголы относятся к первому спряжению единственного числа? Посмотрите, это глаголы, которые имеют окончание у, ю, еж, ёж, ет, йод. Это у нас единственное число. А какие же окончания имеют глаголы первого спряжения во множественном числе? Смотрим на таблицу. Это окончание ем, ём, ете, йоте, ут, ют. Это глаголы первого спряжения. Смотрим дальше. Какие же окончания имеют глаголы второго спряжения единственного числа? Посмотрите, ребята, это окончание у глаголов у, ю, еж, ет. А во втором спряжении во множественном числе глаголы у нас оканчиваются на им, ете, от, яд. Дома, ребята, вы тренировались в определении спряжения глаголов и изучали внимательно эту таблицу. Сегодня мы с вами продолжим, ребята, говорить о спряжении глаголов. Продолжим узнавать, какие же глаголы относятся к первому спряжению, а какие глаголы ко второму спряжению. И будем учиться определять спряжение глаголов. Давайте мы с вами по таблице, которую мы только что вспомнили, попробуем определить глаголы, которые вы видите на доске. Прочитайте глазами эти глаголы. Думает, учит, играешь, крутит, учу, поют, читает, читаю. Обратите внимание, ребята, все эти глаголы записаны в настоящем времени. И во всех этих глаголах уже выделено окончание. То есть по окончанию глагола, и смотря на таблицу, которую мы с вами повторили только что, мы с вами легко можем определить спряжение глагола. Давайте попробуем. Думает, глагол заканчивается на «ед», значит, это глагол первого спряжения. Учит, глагол заканчивается на «ид», глагол второго спряжения. Играешь, глагол заканчивается на «ешь», значит, это глагол первого спряжения. Крутит, ид, второе спряжение. Верно. Учу, у, это глагол первого спряжения. Поют, ют, это тоже глагол первого спряжения. Читает, ед, это тоже глагол первого спряжения. И еще один глагол, ребята, читаю, заканчивается на ю, значит, это тоже глагол первого спряжения. То есть, посмотрите, по таблице вы легко можете определить по окончанию спряжения глагола. То есть, я еще раз напоминаю, что со временем эту таблицу спряжения, ребята, вы должны будете знать наизусть. Ну, а мы шагаем с вами дальше. Посмотрите, пожалуйста, на доске у меня записаны три предложения. Прочитайте эти три предложения вслух. Звенят веселые ручейки, уже цветет подснежник хохлатка, березы распускает свои клейкие листочки. Конечно, ребята, все эти три красивых предложения о времени года весна. В каждом предложении в глаголе у меня пропущены буквы, то есть нет окончаний. Давайте мы с вами попробуем вставить окончание в пропущенных глаголах. Звенят веселые ручейки. Звенят. Окончание будет яд. Уже цветет подснежник хохлатка. Цветет. Окончание будет йод. Береза распускает свои клейкие листочки. Распускает или распускает. Вот тут, ребята, вы можете затрудниться. Какое же окончание в данном глаголе мы должны с вами записать. Если в первом и втором глаголе все было просто, потому что окончание стоит под ударением. Звенят. Цветет. А вот в третьем глаголе распускает. Окончание у нас не стоит под ударением. Так вот, ребята, сегодня мы с вами попробуем определять правильное окончание глаголов, которые не стоят под ударением. То есть определять окончание безударных глаголов. И будем учиться их писать. Посмотрите, пожалуйста, на таблицу. Еще раз наша таблица-напоминалка. К первому спряжению относятся глаголы с окончанием «ем», «еш», «ете», «ед», «ут», «ют». Ко второму спряжению относятся глаголы с окончанием «им», «иш», «ите», «ид», «ат», «яд». Вроде бы все понятно. А посмотрите, ребята, на следующую таблицу. Здесь, ребята, у меня таблица-подсказка. Как же правильно определить спряжение? Посмотрите на два первых маленьких стола-домика. Мы только что повторили, какие глаголы относятся к первому спряжению, какие глаголы относятся к второму спряжению. А вот посмотрите, ребята, в том предложении, в котором у нас с вами было безударное окончание глагола, как же быть здесь? Какое окончание глагола нам нужно с вами правильно написать? Для этого, ребята, посмотрите на подсказку. Оказывается, этот глагол, в написании окончания которого вы сомневаетесь, нужно поставить в неопределенную форму. Вот она, подсказка. Сомневаетесь в написании безударного окончания глагола? Для этого вам на помощь придет глагол в неопределенной форме или глагол в начальной форме. Посмотрите, к первому спряжению отнесутся глаголы в начальной форме, которые заканчиваются на еть, уть, ить, оть, ить, ать. И еще плюс два глагола – брить, стелить. А ко второму спряжению, ребята, посмотрите, отнесутся все глаголы на ить. И еще я написала плюс глаголы-исключения. Какие же эти глаголы-исключения мы сейчас с вами узнаем. Итак, еще раз. Глагол в неопределенной форме или глагол в начальной форме. К каким же спряжениям они относятся? Смотрим на нашу таблицу. Первое спряжение – глаголы в неопределенной форме, которые заканчиваются на еть, уть, ать, оть, ить. И, ребята, к первому же спряжению, запомните, мы отнесем два глагола – брить, стелить. Несмотря на то, что они заканчиваются на ить, это два глагола-исключение. Так заведено в русском языке, и эти два глагола – брить, стелить – тоже будут относиться к первому спряжению. Глаголы-исключение. Идем дальше. Второе спряжение. Ко второму спряжению, ребята, относятся все глаголы в неопределенной форме, которые заканчиваются на ить. Но, кроме двух глаголов – брить, стелить, а не исключение, мы их отнесли к первому спряжению. Также, ребята, во втором спряжении тоже имеются глаголы-исключение, которые вы должны запомнить. Посмотрите, это четыре глагола на ать – гнать, держать, дышать и слышать. И семь глаголов на еть – смотреть и видеть, ненавидеть и обидеть, и терпеть, и зависеть, и вертеть. Вот эти глаголы, ребята, тоже относятся к глаголам-исключение. Постепенно вы запомните и выучите эти глаголы-исключение наизусть. Ну, а мы с вами идем дальше. Давайте попробуем потренироваться определить спряжение глаголов, которые находятся в неопределенной форме или в начальной форме. Давайте прочитаем вслух все глаголы, которые я записала. Клить, читать, зеленеть, просить, дружить, рыть, слышать, держать. Итак, давайте попробуем определить спряжение этих глаголов, которые стоят в неопределенной форме. Клить. Глагол заканчивается на ить. А мы только что сказали, что все глаголы на ить относятся ко второму спряжению. Кроме двух глаголов брить-стелить. Следующий глагол читать заканчивается на ать. Значит, это глагол первого спряжения. Просить. Глагол заканчивается на ить. Это глагол второго спряжения. Дружить. Снова глагол заканчивается на ить. Второе спряжение. Рыть. Глагол заканчивается на ить. Это глагол отнесем к первому спряжению. Слышать. Глагол заканчивается на ать. Мы с вами отнесем его ко второму спряжению. Почему? Ведь мы же с вами сказали, что глаголы на ать относятся к первому спряжению. Сразу вспоминаем, ребята, глагол «слышать» – это глагол «исключение», поэтому мы его отнесём ко второму спряжению. И ещё один глагол «держать» заканчивается на «ать». Несмотря на то, что глагол заканчивается на «ать», казалось бы, первое спряжение, но нет, мы с вами запомним, что это глагол «исключение», поэтому глагол «держать» тоже относится ко второму спряжению. Итак, ребята, кажется, что много всего, да, много глаголов «исключение», но мы-то с вами знаем, таков наш русский язык, поэтому такие глаголы «исключение», которые мы сегодня с вами встречали, обязательно нужно запомнить наизусть, дома поучить и потренироваться. Итак, давайте с вами вспомним глагол «исключение», которые мы отнесём ко второму спряжению. Четыре глагола на «ать» – «гнать», «держать», «дышать», «слышать». Семь глаголов на «еть» – они тоже отнесутся ко второму спряжению. Смотреть, видеть, ненавидеть, и обидеть, и терпеть, и зависеть, и вертеть. И ещё, ребята, два глагола «исключение» – «брить», «стелить». Несмотря на то, что они заканчиваются на «ить», мы их отнесём к первому спряжению. Это глаголы «исключение». Дома, ребята, я попрошу вас по таблице учебника на странице 94 учить эти глаголы «исключение». Дома также вы потренируетесь определять спряжение глаголов в упражнении 192, применяя как раз неопределённую форму глагола. Обязательно пользуйтесь таблицей до тех пор, пока не выучите все эти глаголы «исключение» и не запомните. Итак, ребята, ну а наш с вами урок подходит к завершению. Давайте посмотрим, о каких глаголах мы сегодня говорили на уроке. Да, мы с вами говорили о глаголах в неопределённой форме и распределяли их по спряжениям. То есть мы с вами должны запомнить, ребята, если глагол имеет окончание безударное, для этого ставим глагол в неопределённую форму и по окончанию пробуем определить, к какому спряжению относится данный глагол. Я думаю, что вы слушали меня внимательно, запоминали старательно, а дома вы продолжите изучать спряжение глагола. На этом наш урок завершён. Вы большие молодцы! Всем спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спорт – это лыжи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Урок математики мы начинаем. И еще одну тайну сегодня узнаем. Не отвлекайся, внимательным будь. За новыми знаниями отправляемся в путь. Итак, ребята, математика. Проверьте готовность к уроку, откройте свою тетрадь и запишите сегодняшнюю дату. И, как обычно, наш урок математики мы с вами начинаем с устного счета. Без устного счета математику представить просто сложно. Итак, ребята, сегодня в начале урока математики мы с вами вспомним, освежим наши знания о геометрическом материале. Сразу вспоминайте для себя, как мы находить должны периметр, как мы находить с вами будем площадь, ведь первая задача как раз об этом. Посмотрите на доску. Там у меня изображен прямоугольник. Нам нужно с вами найти периметр и площадь данного прямоугольника. Начнем с вами с нахождения периметра. Смотрим. Длина 8 сантиметров, ширина 4 сантиметра. Мы с вами помним, что находить периметр мы можем с вами разными способами. Мы можем сложить все четыре стороны фигуры. Мы с вами можем сложить две стороны фигуры и умножить на 2. Сложить другие две стороны фигуры и умножить на 2. Также мы с вами можем сложить все эти стороны, как я уже сказала. То есть, ребята, если мы с вами будем находить периметр одним из этих способов, то во всех этих способах мы с вами поймем, что периметр данной фигуры будет 24 сантиметра. Если к 8 мы прибавим 4, получим 12, да еще умножим на 2, так как таких стороны по 2, то как раз и получаем 24 сантиметра периметр данной фигуры. Давайте вспомним, как мы находим площадь фигуры. Конечно, вы сразу вспоминаете. Длину умножаем на ширину. И не забываем, что в нахождении площади у нас всегда присутствуют квадраты. То есть, если мы с вами 8 сантиметров умножим на 4 сантиметра, мы с вами узнаем, что будет 32 не просто сантиметра, а 32 квадратных сантиметра. Молодцы! Вспомнили, как находим площадь и как находим периметр. Молодцы! Следующая задача. Ширина прямоугольного участка 18 метров, а длина этого прямоугольного участка на 12 метров больше. По периметру данного участка построили забор. Нам нужно с вами узнать длину данного забора. Давайте будем разбираться с этой задачей. Посмотрим еще раз. Ширина участка 18 метров. А вот длина участка нам пока неизвестна. Есть подсказка, что она у нас на 12 метров больше. То есть, находим длину участка и понимаем, что длина участка 30 метров мы сложили. А теперь нам нужно найти длину забора, то есть, сложить все стороны этого прямоугольного участка. К 18 прибавим 30, еще прибавим 18, еще прибавим 30. И мы с вами узнаем, что длина забора, которую поставили возле этого земельного участка, будет иметь 96 метров. Молодцы! Шагаем с вами дальше. Еще одна задача. Теплоход проплыл вниз по реке 120 километров за 3 часа. А на обратный путь этот же теплоход затратил 4 часа. Вопрос. Насколько же меньше была его скорость на обратном пути? Итак, сначала, конечно, мы с вами найдем первоначальную скорость нашего теплохода. Для этого мы с вами расстояние разделим на известное время. Вспоминаем формулу. То есть, 120 разделим на 3. И понимаем, что первоначальная скорость нашего теплохода была 40 километров в час. С такой скоростью плыл наш теплоход. А вот на обратный путь он затратил 4 часа. Насколько же меньше была его скорость на обратном пути? Конечно, 40 километров в час мы с вами разделим на 4. И узнаем, что на 10 километров в час скорость теплохода на обратном пути у нас с вами была меньше. Молодцы. А мы шагаем дальше. Еще одна задача, ребята, познавательная задача. Средняя глубина Атлантического океана 3 километра 597 метров. Очень глубоко. А Индийский океан 3 километра 710 метров. Все это приблизительная глубина. Насколько же больше средняя глубина Индийского океана, чем Атлантического океана? Сразу глазами понимаете и видите, что глубину и Индийского, и Атлантического океана нам нужно преобразить в метры. Верно. Итак, глубина Атлантического океана примерно у нас будет 3597 метров, а глубина Индийского океана у нас приблизительно будет 3710 метров. Как же нам узнать, насколько глубина одного больше глубины другого? Верно. Мы от большего 3710 метров отнимем меньше 3597 метров и узнаем, что на 113 метров приблизительно больше средняя глубина Индийского, чем Атлантического океана. Молодцы! Ну и мы, ребята, с вами шагаем дальше. На протяжении нескольких уроков мы с вами учились делить на двузначное число столбиком. И мы можем с вами сказать, что это выполнять мы уже умеем. А на прошлом уроке, ребята, мы с вами начали изучать примеры деления столбиком уже на трехзначное число. Давайте мы с вами вспомним алгоритм. Я вам говорила, что алгоритмы при делении таких чисел очень схожи. Давайте вспомним. Первый шаг наш самый главный. Нахожу первое неполное делимое. И сразу определяю количество цифр в частном. Дальше пробую пробную цифру в частное. Для этого на черновике проделываю умножение. И смотрю, подходит мне эта цифра в частное или не подходит. Не забываем, что обязательно должна быть проверка. Давайте вспомним один такой пример деления столбиком на трехзначное число. Делимое 958, делитель 318, какой же будет частное? Определяю первое неполное делимое. Оно будет 954. Значит, в частном будет одна цифра. Попробую, ребята, в частное цифру 3. Сразу на черновике столбиком умножу 318 на 3 и понимаю, что цифра 3 нам очень подходит, потому что получается 954. И только теперь я смело пишу в частное цифру 3, выполняю отнимание и вижу, что остаток будет 0. Значит, пример я разделил легко и просто. Это, ребята, математические выражения при делении на трехзначное число, когда в частном одна цифра. Это самый простой вариант деления на трехзначное число. А сегодня, ребята, пришло время у нас с вами попробовать делить столбиком на трехзначное число, когда в частном будет уже не одна цифра, посмотрите, а, например, две цифры. Ну и, как обычно, мы с вами начинаем с алгоритма. Слушаем меня внимательно, и можно уже проговаривать вместе со мной. Итак, делимое 8184, делитель 341. Наша с вами задача – найти частное. Итак, определяю первое неполное делимое. Вижу, 8 невозможно. 81 на 341 разделить невозможно. Значит, первое неполное делимое – 818. И сразу можно в частное поставить две точки. Понятно, что в частном будет две цифры. Теперь первое неполное делимое – 818. Нам нужно разделить на 341. Упростим и попробуем 8 разделить на 3. И понимаем, что ближайшее число, которое делится на 3 без остатка – это 6. Для этого попробуем в частное цифру 2. А если мы с вами 341 столбиком умножим на 2, понимаем, что получается 682. А это меньше, чем 818. Значит, цифра 2 нам точно подходит. Записываю и выполняю следующий шаг – отнимание. При отнимании я понимаю, что у меня столбиком получится ответ 136. Остаток после первого неполного делимого. Продолжаем дальше. Смотрим. У нас есть в делимом еще цифра 4. Значит, сносим ее вниз и получаем второе неполное делимое – 1364. Теперь пробуем 1364 разделить на 341. Давайте с вами упростим и попробуем 13 разделить на 3. И мы понимаем, что без остатка ближайшее число, которое делится на 3 – это число 12. То есть, если мы 12 с вами разделим на 3, получится 4. Попробуем цифру 4 в частное. И если мы с вами умножим столбиком 341 на 4, мы с вами как раз и получим 1364. Значит, цифра 4 нам с вами в частное точно подходит. Записываем ее смело и начинаем отнимать. Видим, что остаток у нас 0. Значит, частное у нас будет 24. Рядышком посмотрите, ребята. Я выполнила проверку, которую вы тоже обязательно делайте для себя. 341, если я умножу на 24, на двузначное число, я получаю первое неполное произведение – 1364, и второе неполное произведение – 682. Складываю эти два неполных произведения и получаю ответ – 8184. А деление у нас с вами как раз и начиналось с числа 8184. Значит, мы с вами частное нашли верно. Молодцы, справились. И давайте, ребята, поподробнее разберем еще одно математическое выражение. Нам нужно с вами произвести деление 22512 разделить на 536. Делимое, делитель, находим частное. Итак, первый шаг. Определяю первое неполное делимое. Сразу видно, что 22 разделить на 536 невозможно. 225 разделить на 536 невозможно. Значит, ребята, первое неполное делимое у нас с вами будет сразу 2251. И остается еще одна цифра в делимом. Значит, у нас с вами в частном будет две цифры. Можно поставить две точки. Итак, 2251 мне нужно разделить на 536. Попробую сократить. 22 разделю на 5. И понимаю, что ближайшее число – это цифра 4. Давайте попробуем в частную цифру 4. Столбиком с вами умножим 536 на 4 и поймем, что получится 2144. А это меньше первого неполного делимого. Значит, нам эта цифра подходит. Записываем и выполняем отнимание столбиком. При отнимании у нас с вами, ребята, получится остаток 107. Мы с вами возвращаемся к делимому и понимаем, что у нас с вами еще осталась цифра 2. Сносим цифру 2 вниз и получаем второе неполное делимое – 1072. Теперь 1072 нам нужно разделить на 536. Давайте упростим и попробуем 10 разделить на 5. Очень подходит нам цифра 2. Попробуем при умножении 536 умножить на 2. Когда мы с вами это умножим на черновик, мы поймем, что как раз и получится 1072. Все замечательно. Отнимаем и видим, что остаток будет 0. А в ответе в частном у нас получилось 42. Но чтобы точно быть уверенным, рядышком можно еще и выполнить проверку. Посмотрите, я выполнила 536 умножила на 42. И получила первое неполное произведение – 1072. Второе неполное произведение – 2040144. Как раз все такие числа, которые у нас были при делении. Теперь я складываю два неполных произведения и получаю ответ 22512. Именно с этого числа и начиналось наше с вами деление многозначного числа на трехзначное. Молодцы! Вы и с этим, ребята, примером, математическим выражением справились. Дома, ребята, я вас попрошу, чтобы вы продолжали свою тренировку. Письменно делили столбиком на трехзначное число. Давайте сразу договоримся. Для этого вы обязательно и постоянно вспоминайте письменный алгоритм деления на трехзначное число. Вот как мы с вами делаем во время нашего урока. Дома, ребята, в учебнике как раз на странице 73 есть большой номер 284. Попробуйте разделить, проделать путь деления всех этих математических выражений. Я очень надеюсь, что у вас все получится. Ну и, мои дорогие, не забывайте, что рядом черновек и постоянная проверка. Я думаю, что вы справитесь. Итак, сегодня на уроке мы с вами чем занимались? Какие примеры учились решать? Верно, мы с вами делили столбиком на трехзначное число. Дома вы продолжите эту же работу. На этом наш урок завершается. Я говорю вам, что вы большие молодцы. Все вместе работали со мной. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин